Если какие-то есть, то понятно, как их выполнять, а дальше все твои возможности. По поводу того, как Эйнштейн, по-моему, сказал, да, узнай правила и стань самым лучшим игроком. Как вы считаете? Это правильнее? Можно узнать все правила? Чтобы сказать, что это хорошо. Чтобы, вот, НР-хакер, да, или юрист, чтобы узнать, как их нарушать. На самом деле непонятно. Мне иногда кажется, что вот те правила, которые существуют, да, все их все равно узнать невозможно. И человек, которого мы встречаем, он играет по своим каким-то правилам. И тут такая усложненная версия, когда снаружи есть какая-то игра, да, и какая-то игра идет внутри. Вот то, почему я, собственно, и предложила назвать вот этот интеллект-клуб, это внутренняя игра. Многие люди, там, мыслители, философы, они говорили о том, что у нас внутри идет какое-то действие, какое-то шоу. И в зависимости от того, какую роль мы сейчас играем, то мы сейчас и проецируем вовне, да, и такие эмоции и испытываем. Вот по поводу того, чтобы так сильно не западать в серьезность этих ролей, очень классный есть способ, которым сейчас тренируют актеров. Когда, ну, знаете, да, актер должен вжиться в роль, все это в себе, чтобы там горело, пылало, страсти, буйства сыграл. И очень многие актеры не выходят из этой роли. И тащат потом весь этот груз, да, весь этот опыт. С одной стороны, это обогащение личности, а с другой стороны, это постоянно выгорание. И у многих развивается...